Вырастила успешного сына. Ну, сложные были времена, сложные. Страшно было отпускать из дома. Правильное решение родить тогда ребенка, неправильное. Лидерские качества, и вот это вот, наверное, и стало тебе помощником. Ну, больше добра, больше любви, больше терпения. Мира пожелать, самое главное, Кыргызстану. Любви, уважения, чтобы эту страну уважали. Добрый день. Сегодня у меня в гостях Билайне, моя мама, Елена Филипповна Петахина. Все вопросы, которые я задам сегодня маме, она не знает. То есть все ответы будут честными, а вопросы будут непростыми. Здравствуйте. Хорошо. В общем, ты вырастила успешного сына. Ну, буду нескромна. Очень успешная дочь, здесь абсолютная правда. Вот дай совет. А что нужно делать, чтобы дети выросли успешными? Ну, в первую очередь, их надо любить, направлять, показывать свои примеры, наверное, хорошие. Тогда и дети успешные будут. В общем, какая самая большая ошибка, которую ты допустила, когда меня растила? Вот чтобы наши телезрители не допускали таких ошибок. Ну, больших ошибок не было, но без ошибок не бывает. Наверное, где-то меньше самостоятельности давала, где-то не отпускала куда-то, где-то, может, поругала, потом пожалела об этом. Ну, а в целом не было ошибок таких крупных, и поэтому, может быть, может, я считаю, что их не было. Я стал папой, а ты стала бабушкой очень рано. Мне было 19, тебе было 41. Вот как ты считаешь, это было правильное решение родить тогда ребенка? Неправильное? Вот помогло это тебе, мне? Родить ребенка, наверное, всегда правильно. Но спешить не надо, потому что еще все молодые и хотят как бы свободы, и хотят сами еще чего-то достигнуть. И тогда приходится прибегать к чьей-то помощи. Ну, в целом, я все равно довольна, что стала бабушкой. Вернее, никогда не жалела о том, что стала бабушкой рано, потому что внуки – это очень хорошо. Я рос в тяжелое время, бандиты, хулиганы, сложный район. Вот что тебя больше всего пугало тогда, когда я рос? Ну, пугало все буквально, потому что страшно было отпускать из дома. Ну, мы же отпускали, потому что как мне отпускать? Ждала всегда. Если долго не было, выходила на улицу. Мне так легче было, потому что думаешь, ну, вот вышла, сейчас могу защитить как-то там или еще что-то. Ну, сложные были времена, сложные. Ну, как-то вот выжили, как-то смогли устоять в этих сложных временах. У тебя сын, дочь, внук, три внучки, правнучка. Вот кто лучше, мальчики или девочки? Если быть честным, я раньше любила больше мальчиков. Объясню, почему. Потому что, наверное, первый был сын, и он долго был один. И как-то я вот то ли больше их понимала, то ли, может быть, там вместе с этими интересами росла. Ну, потом дочка появилась, тоже интересы девочек. Потом внучки пошли. И как-то вот сейчас я уже, наверное, одинаково ровно отношусь и к мальчикам, и к девочкам. А вот сколько должно быть детей в семье? Вот в Кыргызстане считается, что не меньше трех. А ты как считаешь? Я вот считаю, что правильно в Кыргызстане считают, не меньше трех. Это правильно абсолютно. Можно только единственное, не всех сразу троих, а вот как-то, ну, сначала один подрос, потом другой подрастет, потом треть, чтобы как бы мамы наслаждались вот этими вот детьми разного возраста. Это мое мнение. Как говорят в России, сначала нянька, а потом лялька. То есть сначала девочка, а потом мальчик. Ну, на самом деле это неправильно. Это мое мнение. Раньше-раньше такое, может, было мнение. Я считаю, что не должно быть нянек у детей, должны быть как-то дети расти. Ну, помогать, да, но нянькой нет. Поэтому неважно. Ну вот, тоже продолжаю вопрос. Там вот, если 19 рано, вот во сколько надо детей рожать? Вот как ты считаешь? Ну, когда закончить учебу, немножечко, чуть-чуть встать на ноги. Не прямо уж капитально, а так чуть-чуть. Ну, 24-20. Ну, а в принципе, как Бог даст. Вот глядя на меня сейчас, смотря на мою жизнь, прошлую, вот какие ошибки я допустил? Чего мне не надо было делать? Или что я должен был сделать, а не сделал? Ну, на самом деле все сделано правильно. Я не могу ничего сказать, чтобы не надо, что-то надо. Все было ровно. Ну, это вот с высоты прожитых лет, что когда, может быть, казалось что-то не так, а сейчас, я думаю, все так. Вот, а еще что мне помогло стать успешным? Вот прям, когда я рос... Целестремленность. В первую очередь целестремленность. Потому что всегда какая-то была цель. Сначала научиться читать, считать, потом там быть где-то победителем, потом где-то там, ну, наверное, уже какое-то появилось, там, лидерские качества. И вот это вот, наверное, и стало тебе помощником. Вот про обучение, да? Вот куда ты посоветуешь детей отдавать учиться, а куда не отдавать учиться? Очень важно, потому что... Нет, ну а как тут советовать? Ведь главное, чтобы ребенок выбрал. Вот, ты же знаешь, когда я когда-то хотела, чтобы ты был медиком. Ну, ты же не захотела им быть. Потому что я когда-то хотела быть медиком. Ну, вот в дочери как бы моя мечта исполниться. Она стала медиком. Но когда она стала медиком, я поняла, что это очень трудная профессия. И очень много надо сил и энергии отдавать. И быть таким человеком. Поэтому, наверное, в первую очередь то, что нравится. Ну, когда молодые, еще тут трудно понять, что нравится, что не нравится. Ну, а как подсказывать? Если у кого-то какие-то есть интересы, ты подскажешь, а это им неинтересно. Поэтому, наверное, в первую очередь надо остановиться, что нравятся детям, пусть даже еще молодым совсем. Надо как-то их поддерживать в этом плане и идти к цели, мечте, как угодно назвать. Сложный вопрос сейчас задам тебе. Вот у тебя были непростые отношения с мамой моего папы. Да, и это обычно там, да, всегда. Чаще всего так бывает. Вот что бабушка делала не так, и что ты делал не так? Что ты посоветуешь людям, чтобы вот такие сложные отношения, они бы, ну, улучшались? Ну, во-первых, мы когда, ну, там, я замуж выходила, это были совершенно другие годы. И у мамы моего мужа тоже, как бы, воспитание было другого поколения. И мы немножко расходились, как бы, во взглядах, там, кто-то что-то они хотели, что-то мы хотели, и... Но с высоты прожитых лет, я думаю, это такое все было незначительно, и можно было это вообще даже не замечать, и как-то через это уступать. Надо было уступать и с одной стороны, и с другой стороны. Вот это самое главное – уступать. Ты всю жизнь проработала на одного работодателя. Вот ты там после института пришла на Новорибский кем. Даже во время института. Даже во время института. И там на пенсию ушла с Новорибского кем. Ты считаешь это правильно все время на одного, или надо как-то по-другому? Опять твой совет с высоты прожитых лет. Здесь, наверное, не играет роль, на какого ты работодателя работаешь, а играет роль, что ты... Как тебе работа нравится, нет ли? Как ты там достиг каких-то там приоритетов? В общем, тут еще дело в том, что профессия и твоя работа нравилась. Чтобы ты приходил на работу, и каждый день тебе нравилось то, что ты делаешь. Какая разница, на какого работодателя, этого, другого ли? Главное, чтобы оно нравилось. Потому что ты видел, что ты работаешь, и эта работа приносит там радость, там, тебе и пользу работодателю. Поэтому я считаю, что это не важно, на кого ты и сколько лет проработал. Вопрос тоже непростой. Вот что ты делаешь, чтобы сделать мир вокруг нас лучше? Вот конкретно ты. И что посоветуешь делать другим, чтобы мир вокруг был лучше? Ну, чтобы мир вокруг был лучше, нужно быть более добрее к людям. Также где-то там промолчать лишний раз. Хочется сказать что-нибудь там плохое. Лучше промолчать. Ну, больше добра, больше любви, больше терпения. Вот так вот, я бы сказала. Тогда будет мир лучше. Если все это будут делать, будет мир лучше. А вот в чем для тебя смысл жизни? Вот именно для тебя? Ой, ну смысл жизни, это такое понятие, знаете, оно непростое. Когда ребенок растет, это один смысл жизни. Там хочется быстрее вырасти, там что-то достичь. Потом, когда что-то достиг, то детей родил. Хочется уже детей вырастить, чтобы они там достигли. Потом появляются внуки. Опять какие-то стремления, чтобы внуки были успешными. А когда уже пенсия подошла, и ты понимаешь, что остался там, ну, уже такой порог, то уже как-то хочется, чтобы все вокруг было хорошо, чтобы не было войны, чтобы там люди жили хорошо, относились друг к другу лучше, добрее, и чтобы, ну, чтобы было больше хорошего. Спасибо. Кыргызстан стал для меня домом. Ты сейчас у нас в гостях. Вот что ты кыргызстанцам пожелаешь, жителям нашего прекрасного дома? В общем, скажу что. Я, когда училась в советской школе, у нас было 15 республик советских. В том числе и одна из них была Кыргызстан. Казалось, это так где-то далеко, и так как-то сложно что-то говорить о Кыргызстане. Ну, с годами все тут это менялось, стало больше информации, и все. И, конечно, у меня представления о Кыргызстане были не совсем такие, которые я увидела здесь. Вот. Когда я приехала, я первый раз приехала, мне очень понравилось. Красивые люди вокруг. Ну, такая тишина, все какие-то доброжелательные. Ну, что пожелать? Мира пожелать, самое главное, Кыргызстану. И любви, и уважения, чтобы эту страну уважали, уважали людей, уважали их интересы, их обычаи, их взгляды на жизнь. Ну, вот это бы я пожелала. Мама, спасибо, что ты пришла. Спасибо за теплые слова. Я уверен, что опыт твой, он пригодится нам. Спасибо. И вам спасибо.